Девушки отдыхают Больше всего в игре не нравится Вот что первое в голову пришло Это значит то Что лежит для вас на поверхности Что для вас совершенно очевидно Напишите в комментариях Ну а в конце оставляйте свой танковый ник В следующем видосе я скажу Какие ники выиграли И они там в течении определенного времени Получат игровой золот Потому что я один раз в месяц в списке победителей Отправляю на начисление Ну а теперь давайте поговорим о новостях Итак ребят У нас начинаются выходные С 23 апреля И продлятся они как вы знаете По понедельник Под 26 апреля Для вас это не новости Но будет акция Восточно-прусское наступление Во время этой акции Разработчики дают нам возможность Перевести опыт в свободный По курсу 1 к 35 Это хороший курс но не лучший Самый лучший который предлагали На моей памяти разработчики Это 1 к 40 Поэтому для донатеров Может быть это Может быть это Интересное какое-то предложение Но если у вас прям Острый вопрос о переводе Опытов в свободный не стоит Лучше дождаться 1 к 40 Тем более что скоро Майские праздники Может быть туда и завезут Ну и так же будут доступны Три боевые задачи Если вы забой уничтожаете Две машины противника Два фрага кстати Это далеко не самая простая Боевая задача То в этом бою вы получаете До 50% больше опыта Количество выполнений Никак не ограничено Также за любое количество боев Вы можете заработать 2,5 тысячи единиц чистого опыта Это то есть без учета Премиум аккаунта Бустов и всего остального За это вы получите немного Всего лишь большую аптечку И автоматический огнетушитель И сможете выполнить Это не более 3 раз в сутки Не самое лучшее предложение Но я рекомендую Если уж на то пошло То огнетушитель Точно где-то приберечь Он не тратится в бою До тех пор Пока вас не подожгут Вот Для каких-то важных боев Можно использовать Ну а аптечку На худой конец Можно за 10 тысяч Игрового серебра Продать Много на этом не заработаешь Ну На халяву и уксус Сладкий Уксус отравы Если что Ни в коем случае В концентрированном виде Близко даже к себе Не подносите Ну и наконец Третье условие За любое количество боев Нанести противнику 75 тысяч урона За это вы получаете Улучшенное штатное оборудование Улучшенный прицел Улучшенный механизм поворота Улучшенная закалка Улучшенное радиооборудование Улучшенные вентиляции Улучшенные приводы наводки И так далее И тому подобное На выбор Имейте ввиду Здесь будет одно маленькое ограничение Выбрать оборудование Можно в специальном экране Сразу по выполнению задачи Либо в меню склад Ну на складе у нас Все это лежит Поставки из тыла Самая нижняя вкладка В течении 30 дней После выполнения задачи То есть если вы сразу Не выберете Не забудьте потом Ее забрать Вот Я хотел изначально Вам посоветовать Что брать Но потом понял Что здесь 70% Это полезно И многое зависит От вашего геймплея Не знаете что брать Берите досылатель Практически на любом танке Пригодится Так же как и вентиляция На 99% танков Может стать полезной Так же как и стабилизация И оптика И так далее Ладно Начал перечислять Надо остановиться Так же ребят С сегодняшнего дня На одну неделю Доступен в прем-магазине Бураск Согласно статистике По отметкам на стволах И так далее По боевой эффективности Это сейчас лучшая Прям машина Восьмого уровня Конечно я понимаю Что далеко не все Могут на ней играть Но все таки Выборка показывает Ее высокую Боевую эффективность Поэтому принимайте решение Я если честно Не помню После марафона Был он хоть раз В продаже или нет Кстати если кто знает Напишите в комментариях Я не нашел информацию Я в принципе Не слежу За продажами В прем-магазине Просто сегодня Прям реально Хорошая машина Я сегодня у себя В комментариях Парня нашел Который уже Пять обзоров Посмотрел на эту машину Вот Рекомендую вам Поступить так же Потому что Сколько людей Столько и мнений Вот Я лишь основываюсь Всегда на статистике Собственное мнение Оно слишком Предвзятое у меня Ну и Ребят Самое интересное Для меня начинается Это Картошечка же Выпустила патч 1.12.1 И какой патч Картохи не проходил Без каких-то Великих там Багов Вот и в этот раз Я еще когда моды готовил Удивился Помните Я вам буквально на днях Про файл Engine Config Рассказывал В котором можно FPS ограничить Там очень много Параметров игры Прописано В том числе И какой браузер Она использует Внутри клиента игры Для того чтобы Открывать Внутриигровые ресурсы Если вы не знали То магазин Внутриигровой Кланы И так далее Это все Подгружается Грубо говоря Извне Это внешние источники Это не в клиенте игры Встроено И вот после выхода Обновления 1.12.1 У многих Эти вещи Перестали подгружаться Более того Стали лагать Богать И там Отображались Красные какие-то Полосочки Но не у всех У меня лично Такого не было Вот И Многие подумали Что проблема в модах Но Мы-то Проверили Это и без модов У многих Наблюдается Вот Короче Разработчики В пятницу 23 апреля Выпустят Микропатчик Моды не слетят А единственное Что я не знаю Как они будут фиксить На сегодняшний день Я сам могу это пофиксить Просто надо Engine Config От прошлого патча Взять Где они не выпилили Еще этот браузер Вот Ну точнее Ссылки на него И все будет работать Но вопрос в другом Заключается Если завтра Они вернут старый Engine Config В модах Я уже Использовал новых Тогда в этом случае Ребят Я посмотрю Разумеется Что они там выпустили Как бы у вас Все будет работать Но если у вас Этот баг наблюдается И они починят Это так как я думаю То в этом случае Вот Пак мне придется Завтра Переобновлять Иначе у вас Этот баг не пропадет Если вы Используете Ну грубо говоря Старый Engine Config Который уже В модах прописан Спустите Вообще Если смотреть На список багов Если вы не знали Картоха публикует Полный список Обновлений И в конце полного Списка обновлений Микропатчей Пишет Какие баги Они знают И какие им Баги Пофиксить не удалось Я вот уже С лета 2020 года А может быть Он даже появился Раньше Но впервые Я его еще год назад Грубо говоря Заметил Наблюдаю Такой баг О котором Они каждый раз Пишут Что если вы Стреляете В землю В текстуру Ну под землей Понимать всегда Текстуру На расстоянии Более 500 метров То выстрел Визуально Отображается У вас Внутри танка Ну то есть Как будто вы Сами по себе Выстрелили Мне много Присылали Ссылок Что у них Такой баг Происходит Видео скидывали Но к сожалению Когда они мне Присылают реплей Где у них Это отображается На моей системе Это не отображается Видимо это как то Так или иначе Привязано К каким то Внутренним Параметрам Компьютера Поэтому если у вас Этот баг есть Ну у вас Уникальный баг Про сути Который уже Год починить Не могут Вот И имейте ввиду Если визуально Вы стреляете И видите Что снаряд Разрывается У вас в стволе Как мне многие пишут Это на самом деле Просто визуальный баг Попадает он Туда куда нужно Ладно Спасибо что посмотрели Надеюсь вам было интересно И лайкосик вы прожмете Подписывайтесь на канал Кому не лень И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok